Продолжение следует... 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 Это было намного удобнее, чем заливать несколько тысяч файлов Давайте посмотрим, кто в себя включает far-файл Кто может, на вскидку, вы же все пользовались zip-архивами, rara-архивами Кто-то дискеты еще помнит, я точно знаю Потому что, по-моему, как бы логично Любой архив может состоять, должен состоять из нескольких частей Одна из этих частей — манифест, который описывает, что внутри этого архива хранится И манифест в себя в PHP-архиве может включать права доступа к файлу, который внутри архива Owner, то есть юзер-группу и массу других полезных информаций Как там, да, чмод, чоун и остальные маски доступа Сами файлы, файл-контент И интересная вещь, которую назвали стап в парах в PHP-архивах Это на самом деле загрузчик Это PHP-файл, который описывает, каким образом у вас будет загружаться ваш архив И что он будет делать Стап срабатывает на моменте, когда вы запускаете этот архив Либо когда вы его инклюдите в лице именно этот файл И опциональная сигнатура Я чуть подробнее расскажу, что это такое там дальше Но давайте рассмотрим такой вопрос Почему фар? Ну, можно же там индекс PHP копировать Можно не копировать даже вообще Можно там битом пользоваться Есть ли у вас идеи? В чем преимущество архива над остальным? Только деливерить Может Ну, то есть, композер Мы же пользуемся композером, да? Ну, хорошо Правильно Деливерить проще, потому что на самом деле все в одном файле Что еще может быть проще? Но мы можем в архивы вложить не только PHP файлы Мы можем вложить текстовые файлы, которые нам нужны для чего-то XML, JSON Картинки Даже картинки, если мы захотим Я плавно буду вести к тому, что на самом деле любое веб-приложение Можно упаковать в архив И вот прям архивом его распространять и деплоить Очень важная вещь – это сжатие То есть, PHP архив займет меньше места, чем просто приложение И сигнатура Сигнатура – это кэш-сумма На самом деле, вариант, каким образом вы можете проверить целостность вашего архива Уже поговорили, я спешу Так Небольшие примеры того, как может Кто использует это PHP юнит, драж, финг Пив Есть менеджер Композер, конечно Кто-то еще знает? Там кричите громче Кот снифер – отлично Все это работает удобно И мы каждый день этим пользуемся У меня к вам один вопрос А ложите ли вы эти архивы в ваш гид-репозиторий? Или используете сторонние? Интересно, там существует несколько практик Хорошо, давайте тогда вкратце глянем, как можно использовать эти архивы Что скажет? Первый Как используем композеру? Командная строка Все очень просто PHP, имя файла запустили Второй вариант Вот этот реже почему-то Не совсем Мы можем инклюдить любой архив И на самом деле есть специальная библиотека Дополнение к композеру Которая позволяет собрать Весь ваш Папку вендоров В зависимости в один файл Я, честно говоря, у меня есть сомнения по поводу полезности этой вещи Но Как бы С другой стороны Очень удобно Вы можете отдельно папку вендор деплоить На самом деле Но почему нет? Ну, всякие варианты есть И Поскольку мы уже решили, что Точнее, я вам рассказал, что Архив может PHP-архив может содержать Статический контент какой-то То Мы к нему можем обращаться Через SteamWrapper Простым способом Указать фар Полный путь туда картинки И достать картинку Архива И Таким образом можно доставать Все, почти все Так Все молчат и я боюсь Ладно Давайте поговорим Теперь чуть-чуть о том, как же его создать Мы знаем о том, что там есть несколько обязательных вещей И я вам расскажу о том, как это делать просто Есть сторонние библиотеки Вы можете на GitHub кучу всего найти Но На PHP.NET Очень хорошие экземплы Которые все это дело описывают Есть методы Ну, то есть Создание архива Начинается с того, что вы обычно Делаете загрузчик Стат И Можете использовать Для этого K-Default Стат метод Он Очень облегчает жизнь Когда вы только начинаете с этим разбираться И работать K-Default Стат Имеет Два параметра Первый параметр Это Тот PHP скрипт Который вы Хотите запустить В режиме командной строки Второй параметр Это тот скрипт Который вы хотите запустить В режиме Веб-приложения И это очень важно Иначе вам придется Все это дело Описывать Руками И передавать Как Сет Стат Я сейчас покажу пример Довольно таки просто Это десятая строчка Сет Стат Это Устанавливает Метод информации О загрузчике К К Дефолт Стат Мы передали Индекс PHP И К Лай Папочки Дальше Из В Индекс PHP Для Веб-приложения Служит это Для того Что Архив PHP По-различному Работает Для Консоли И для Веба Чуть-чуть Дальше Расскажу Опять же Очень полезная Вещь Как Build From Итератор Метод Который Позволяет Вам построить Ассоциативный Массив От Файлов Которые Должны Быть Внутри Вашего Архива Это Могут Быть Файлы Текст Либо Вы Можете Inline PHP Скрипт Написать И Казалось Бы Вот Это Очень Долго Но Вот Этот Метод Используется В Композере В Папочке bin Есть Зеленый Бинар PHP Файл Компайлер Он Использует Одноименный Класс И В Композере Это Сделано Только Для Одного Чтобы Исключить Лишнее Они Пробегаются По определенным Правилам По определенным Впискам Файлов Что-то Эксклюзит Что-то Добавляет Потом В определенном Порядке Но Используется Build From Итератор Для Ленивых То есть Для меня Есть Следующий Метод Build From Директор И Тут Вы Просто В Лоб Указываете Папку Говорите Построить Архив Из этой Папки И Ничего Больше Ну И у этого Метода Есть Второй Параметр Опять же Для меня Который Регэкспом Можете указать Какие файлы Должны быть Включены Ну Соответственно Регэкспом Можно что-то И оттуда Вырезать Это Не Для Совсем Ленивых А тех Еще Которые Хотят Оттуда Выпилить .git Ну И еще Что-нибудь Вообще Не надо В архиве И Другим Людям Не надо Показывать Так Ready Fall Stop Важность Этого Обсудили Я Честно Когда стал Готовиться У меня Первая Идея Была Давайте Упакуем Symfony Рабочее Приложение И посмотрим Что Будет Я это Сделал И При первом Запуске Угадайте Что Было Хитрый Человек Когда Вы пытаетесь Собрать Архив Вам Надо Подумать Куда же Деть файлы Внутри Которые Вы пишете Ваше Приложение Кэш Логи Временные Файлы Если Вы берете Просто От корня Symfony Приложение И начинаете Собирать У вас Обычно Есть Папка War Весь Мусор Там Лежит И Оно Не будет Работать Потому Что Нельзя Писать В сам Архив Ну Можно Но Это Глупо Вы Тогда Нарушаете Целостность Архива Такие Вещи Надо Выносить Куда-то В стороннюю Директорию Если Вы Помните Композер Все Своевременные Файлы Хранит Где-то В хомяке Примерно Таким же Образом Я вынес Все Это В хомяк И Запустил Запустил Я Слим Просто Приложение На Слим Фреймворке Вот Эта Штука Она Очень Важна Потому Что По умолчанию В php Вам Не дает Изменять Архивы И На Рантайме Я Вот Таким Вот Образом Подменяю Запуски Компилировал Это Приложение Чтобы Не Менять Это В php И Глобально Иначе Я Просто Своей Системе Разрешил Бы Менять Все Архивы А это Тоже Не Есть Хорошо Попробовал Запустить Запустил Посмотрел Все Работает Да Все Как бы Вот Криншот Пров Отлично Но Не работал Роутинг Ну Серьезно В том Варианте Который Я вам Только Что Показал Не Работал Роутинг Я Немножко Расстроился Для себя Открыл Веб Веб Архивы И Веб Архив Строится Вот Чуть По Другому Для Того Чтобы Построить Веб Архив Вам Нужно Использовать Метод Web Far И Метод Мунк Сервер Но все Это Есть Опять же В Крэйде Фолстап Он За Вас Все Это Абсолютно Метод Делает Нужно Это Для Того Чтобы Модифицировать Переменные Как Сервер Глобальный Сервер Массив Require Туре И Остальные Чтобы PHP Мог Понять Куда У вас Приходит Запрос От Веб Сервера И В общем То Это На самом деле Какая-то Имплементация Контроллера Внутренняя Для Архивов Если Вы Запрашиваете Slash Test.php Именно Вот этот Метод Разруливает Роутинг Внутри Архива Фактически Это Симуляция Веб Сервера Перенаправление Запросов В режиме Если Вы Запускаете Для Консоли Это Роутинг Не работает В этом Работает Небольшой Примерчик Я постараюсь Вас сильно Не грузить Кодом Потому что Сегодня Суббота И уже Все Хотят Продолжить Автопати Вот Этот Примерчик Без Использования CrayDefaultStuff Просто Inline Script Мы Переопределили RequestTury Ничего Больше Рассказали О том Что это Веб Архив А не Консольный И При Таком Вот Методе Get Index PHP Мы получим Как раз Таки Результат Какой-то Я попробовал И проверил Эту работу Билд In PHP Сервером Там PHP Minus S Но там Ничего не работает В этом Тогда так Но Это Замечательно Работает С PHP FPM Mod PHP CGI Fast CGI Я тут Закрасил Потому что Ну 2019 Да React PHP К сожалению Я это Попробовать Не успел Но Не вижу Никаких Противоречий Может Кто-то Там Пробовал С этим Работать Кроме Дима Хорошо Хотите ли вы Что-нибудь еще услышать Об этом Или мы пойдем Дальше Домой Смотрю Есть Интересованные К сожалению Мало Чуть-чуть Вообще Совсем Чуть-чуть Немножко Про Сжатие Я уже говорил О том Что Архивы Не на то Архивы Потому что Они меньше Места Занимают И PHP Архивы Могут быть Основаны На Зип Архивах Либо Тар Архивах Там Есть Свои Нюансы И Свои Минусы Вы Получаете Дополнительное Расширение И тогда Вам Обязательно Нужен Модуль PHP Архивов В вашем Языке Программирования В PHP Встроенный Иначе Оно Работать Не будет Есть Вариант Простого PHP Архива Который Только Для PHP Но Поддерживает Сжатие Внутри Себя Вы Можете Сжимать Как Целиком Архив Так И По Файлово Все Это Выполняется Простыми Методами Там Компресс Это Сжать Целиком Архив На XIP И Компресс Файл Место Место Займет Меньше Правда Насколько Меньше Все Объективно Зависит От Вашего Приложения И Наверное Killer Фич Архивов HP Архивов Это Сигнатуры HP Архивы Поддерживают MD5 Почти Все США И OpenSSL Вы Прямо Можете Создать Приватный Ключ Паблик Ключ Подписать Свой Архив И послать Вашему Клиенту Не знаю Коллеги По работе И он Прямо Точно Будет Знать Что Его Не Модифицировали Как-то Так У Меня Сразу Накрынулся Вопрос По Перформансу Если Мы Инклюдим Фар Архив В Кодовую Базу Будет Либо Попадать В Об Кэш И он Каждый Раз Будет Интерпетировать Заново И мы В Большое Ж Это Прям Попадает В Об Кэш То Есть Все Как Обычно Луч Зазипованы Еще Луч С Обыкновенным Архивом Основанным Не На Гзип И На Atari Вот Именно Как Composer Делается Происходит Следующее Он Распаковывается Оперативную Память И Об Кэш Его Прекрасно Видит Но Если Вдруг У вас Даже Нету Модуля Этого Архива Он Там PHP 5.3 Идет Встроенный Всегда Но Каким-то Образом Вы Оттуда Выпилили Неважно Тогда PHP Архив Распаковывается Во временную Директорию И работает Оттуда И Там Прям По Каким-то Старым Тестам Есть Расклад О том Что При Использовании APC Это 5.3 5.4 PHP Перформанс Вырастал В 6 раз Ну Потому Что Вы Все Сразу Запихнули В Оперативку У Вас Нету Fopen Функции Которые Постоянно Долбят Вашу Файловую Систему Уже Все Загрушено Все Работает Спасибо Вопросы Спасибо Что Подсветили Тему Интересную Вопрос Такого Плана Мне тут Пришлось Есть Два Аппликейшна У них Посерва Семнадцатички И надо Пошарить Между ними Ну Как бы Хейлпер Был план Запихну Его нельзя Публично Завести Репозиторий Надо было Приватный А чтобы Пошарить Ну Как бы Взять Проект Приватный Репозиторий Там Недо Сключаем Не Поиграть Я Был Решил Проблему С помощью Архива Свою Пошарить Между проектами Одинаковый Код И В перспективе Можете Прополировать Взаимодействие С такими Какие-то проблемы Возникают И возникает Проблема Лучше не остаться Возиться С приватным Репозиторием Проблема Давайте сразу Захалать Проблема Проблема В том Как вы будете Обновлять Вашу зависимость Между микросервисами На самом деле Тут Очень такой Вопрос Интересный Его надо долго Обсуждать И смотреть Чем вы будете Рисковать Чем вообще Будем Рисковать Тем, что у вас Микросервисы Разойдутся По версии Вашей зависимости Это явно И на самом деле Сама по себе Идея О том Что у вас Микросервисы Зависит от Общего Хелпера Она Немножко Для меня Звучит Странно Она нарушает Концептуально Всю архитектуру Микросервисов Потому что Мы знаем Микросервис Это независимая Вещь Со своей базой Данных Со своими Кэшами Которые Работают Отдельно То, что вы Назвали Это Микросервисная Архитектура Немножко Разная И там Подаваться Подробности Но Теоретически Как я вам Сказал Есть пакет Который Может упаковывать Ваш Вендор Вендор Папку В отдельный Архив И вы можете Архив Распространять Как отдельный Пакет Опять же Добавлять его В композер Джейсон И тянуть его Опять же С репозитория Я не знаю Насколько Это Может Помочь Но Поиграться Вокруг Этого Можно Я прям Готов После доклада С вами Обсудить Спасибо Я сейчас Ответил С точки зрения Архитектора И нифига Не про доклад Спасибо За доклад Обращайтесь Еще Хорошо Первый Вопрос Не связанный С фаром Там На одном Из слайдов Отпечатка Это подсталка Или какой-то Сокральный Смысл На котором Там есть Пахар Это опечатка Потому что Я Управил их Слайды Еще здесь Хочется постоянно Рассказать что-то Больше Интереснее Но я прошу прощения Это точно Опечатка И такой вопрос Этот доклад Чем-то новее Можете рассказать То что вы Конкретно Используете В работе Где-то пришлось Это использовать Или нет Потому что У нас был случай Все нормальные люди Используют Докер Компост Но наш Докер Наркоман Писали скрипты Изначально Команда Программистов Для разворачивания Приложения И ничего Не придумали Лучше Чем завернуть В архив Использовали Symfony Консоль Там По собой Как бы Работает И было Очень удобно Копировать Опять же Между Два ароментами Ну в принципе Оригинально Это была идея Потому что Некоторые люди Используют Которые Работают На проекте Используют Винду И сталкиваются С рядом С проблемой Поэтому Ручили так У себя Дома Я что-то Подобное Сделал Там Для Запуска Автоматизации Там Лампочка Моргающая Ну просто Чтобы не копировать Там 10 файлов Это упаковал В один Раз по бари Закинул Поработалось Поигрался В кроне Проще запускать Один Лампочка Моргала В этом Контроле Ну раз Побрагала Лампочками А я пытался К этому PHP Прикрутить Ясно Хорошо Спасибо Я так понимаю По вопросам Все Олег Еще остался Я убегаю Да Тогда Я предлагаю Игорю Выбрать Подожди 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 Я должен Шарить Обязательно Вот этот Слайд Котиков Я драл Первые ссылки Simon's Cat Последняя ссылка Это в общем-то Сайт Нашего Комьюнити И да Вот Всем спасибо А теперь Выбери вопрос Кому тебе понравился Вот Микросервисами Как Архивы Могут Решить Этот вопрос Прошу За призом Еще раз Большое всем спасибо Мы не расходимся Самое главное Главный приз Разыграть Точно Я попросил бы всех Кто сегодня вообще Задавали вопросы Встать Чтобы могли вспомнить Хотя бы контекст А спикеры Подойдите пожалуйста Давайте выберем Человек который достоин Нашего главного приза С билетами на ВКП А давай сейчас мы тогда Нам буквально Ребят не расходитесь Нам надо 3 минуты Все спикеры сюда Мы буквально 2 минуты тут пообщаемся Да Давайте Хорошо Не расходите пожалуйста Коля Я могу Главный приз Никто не знает Да Или это ты рассказывал Это ты расскажи А мы пока решим Ну все же помнят Какой главный приз Я вроде бы уже 2 раза Об этом сегодня сказал Для билета на Wargaming Fest В VIP зону Собственно Одному человеку Останутся 2 билета Чтобы было нескусно идти Ну и пока мы ждем Еще небольшая информация После митапа У нас есть Такой спонтанной Автопати Мы пойдем В паб пена И если есть желающие Пообщаться со спикерами Из всех Кто пойдут Не факт что они все пойдут Я не спрашивал еще Присоединяйтесь Может быть пообщаться Понетворчить Познакомиться В общем Милости просим Где-то после митапа Сразу соберемся Наверное В районе двери Все Решили Сейчас мы его позовем Приходи к нам Вручай А не распечатаны Все равно поднимайся Мы в лице Команды организаторов И команды спикеров Поздравляем Нашего Участника Комьюнити И мы ему вручим Билеты на Wargaming Fest Там в приватную зону Тебе надо будет Связаться С Сашей Он тебе Вышлет их Все Всем спасибо У нас остался По-моему Пиво Мы с местом Не определились Мы это не анонсировали Но на самом деле Если вы хотите Поесть пиво То здесь Песочницы Мы можем Прямо сейчас Чуть-чуть Через 5 минут Собраться И вместе Пойти Там еще Потрещать На Около PHP темы И все остальное И все остальное И все остальное И все остальное